друзья всем привет сегодня я в необычной обстановке потому что у меня с кухни выгнали вот но тем не менее для любимой женщины сегодня будем готовить паштет из куриной печени в казане с минимальным набором посуды потому что потому что так в общем нам для этого понадобится печень предварительно помыл там по отрезал такое очень нужно кусочек видео вставлю там небольшой такой смотрите друзья вот такие вот вещи виден зеленовато я вырезаю отрезаю просматривайте хорошо чтобы чтобы не было ни желчи не остатки вот видите там тоже можно что-то круче все надо вот это вычищать такой вообще и ребят можно замачивать молоке печень тогда вообще будет супер ну я вот и купил там час назад пока тут короче пока доехал домой до сюда вот уже наделать завтра новый год поэтому завтра уже никто не будет делать в общем нам понадобится печень здесь примерно 700 грамм еще по ингредиентам обязательно понадобится смотрите 4 луковицы маленьких таких небольших морковочка маленькая чесночок обязательно масло лучше брать 82 процентам у меня 73 процентная ну так что так как есть в общем показываю специи копченая паприка пол чайной ложки кориандр пол чайной ложки обязательно коньяк ребят можно смотрите добавляют сливки молоко например добавляют коньяк добавляют вино очень хорошо красное вино добавить это француз по француз француз это обычно так делаю француз вообще специалисты в паштетах вот попробуйте кухня это эксперименты поэтому я советую вам попробовать все три варианта возможно даже коньяк с вином в общем я добавляю 50 миллилитров коньяка вот и смесь перцев у меня будет смесь перцев ну там по вкусу будем класть уже вот собственно я поджигаю сейчас тут пока порежу все потом вам буду показывать друзья смотрите врезать без разницы как вообще абсолютно потом все равно это все будет перебиваться на блендере вот хотя у меня никак на кулинарном шоу потому что у меня не кулинарное шоу конечно обстановка домашняя вкусно по-домашнему готовим поэтому как есть вообще да как говорится в одном знаменитом фильме неважно какая машина важно кто за рулем можно приготовить на супер попер кухне не вкусно можно вот таких условиях даже вкусно сделать поэтому друзья смотрите вообще можно очень легкая еще есть рецепт этого всего берете эти все просто ингредиенты засыпаете стеклянную форму в духовку на 180 градусов на два с половиной часа и у вас получается супер паштет чтобы не заморачиваться это так вам идея на попробовать в общем друзья казанчик греется наливаем мы чуть-чуть сначала масличка обычного подсолнечного для жарки неважно в каком порядке будем жарить я буду сначала обжаривать например печень я буду обжаривать печень а потом буду обжаривать овощи и добавлять в них печень обжаренную так зашкорчала наша водичка там в казане значит пора осторожно потому что маркер стреляют от воды друзья пару слов когда будете подготавливать печень старайтесь ее нарезать одинаковыми кусочками чтобы она равномерно готовилась вообще не знаю как вы а я люблю готовить на казане все равно потом получается другой вкус чем на плите надо получается крайне редко на нем готовить но как-нибудь вам покажутся ходили очень классный рецепт может быть смотрите если вы будете делать например дома на плите то можно отдельно казалось в одном казане например пожарить или в одной сковородке печи во второй отдельно добавляем масло во второй сковородке или пожарить лук с морковкой а потом соединить так как у меня одна емкость собственно говоря мы будем это сейчас добавлять сюда подождем пока масло нагреется лучок сначала с чесночком чесночок раздавили обязательно добавляйте чеснок он придает вкус и до золотистого цвета доводим до легкого золотистого а потом уже будем добавлять морковь смотрите примерно до вот такого состояния доводим и добавляем морковку друзья три минутки прошло теперь мы делаем какую штуку наш коньяк берем выливаем и поджигаем кто боится можно не поджигать ну поджигаем все спирт выгорел отлично теперь действуем быстренько нашу печень сюда же смотрите на килограмм нужно целая пачка ну в принципе тут масло много не мало поэтому я беру где-то вот так вот масло сюда добавляю и вот так вот это масло нам еще понадобится расскажу для чего попозже так и все таки я решил еще она сразу же сюда другие добавляем наши специи это кориандр копченая паприка темпе быстрого вальса делаем перчика у меня тут смесь перцев я покупаю отдельно разные сорта перцев пол чайной ложки добавляем соль сначала чуть-чуть потом доведем так и все таки я решил добавить вина красная домашняя вы можете воды молока 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 воды 150 миллилитров это смотрите дальше вот это все на медленный огонь на медленный огонь накрываем крышечкой огонь я все закрыл медленный дров не подбрасывая пусть там томится минут 20 15-20 и пожалуй на улице мы закончим на этом перейдем все таки вернемся в родную обитель кухню будем блендрить это все друзья снимаю с руки смотрите 20 минут на вот таком огне примерно видите безнамная камера конечно прям не тут не 4к снимает вот это все тут тушится теперь нам надо это все собрать обязательно но же тут самый цимиск как говорят содержится час будем возьму шумовочку их соберу вот это все и покажу вам уже дальше на цивильной кухне скажем так друзья смотрите вот наша печеночка ну сверху понятно она темная внутри вот можете сами оценить видите светлая все прекрасно вот это теперь нам нужно все довести до однородной массы любым удобным способом если вы делаете например много почти тогда в полкило печени получилась немного то например берете такие маленькие баночки вот прям порционные скажем тогда никого-то огостить там и вот это оставшееся масло это лишнее расправляет и все аккуратно баночку так это все убрать показывала вам собственно говоря и убрать это все она здесь чтобы она не пропадала там пусть его ну потом растопленным маслом так вот заливаете не вот этот прием позволит вам хранить паштет достаточно долгое время ну что ж прошло часа четыре вот смотрите паштетик нас постоял можно уже снять пробу желающий продегустировать объявился смотрите так вот набираем прям с маслом греночки сделали вот так вот тут уже по своему вкусу смотрите по толщине намазочки так вот намазываем чайок сладенький сделать нужно обязательно вкусно очень со сладким чаем так ну что будешь пробовать давай пробуй ты первый попробуй как тебе нормально нормально отлично если ребенку нормально то значит вообще шикар был это потому как ребенок наминает то удался паштет отлично специи хорошо получилось насыщенный вкус ну конечно наверно все таки за счет казана насыщенный вкус более чем когда в доме готовишь это же я делаю тебе как вкусно да друзья всем рекомендую приготовлению кому было полезно и интересное видео подписываемся на канал впереди еще много интересного не пропусти